В Ставрополе пресловутые сани готовят уже летом. В городе продолжается подготовительная работа всех объектов городского хозяйства к осенне-зимнему периоду. Не будет ли сбоев у коммунальных служб? Сколько уборочной техники ждать на дорогах этой зимой? А самое главное, на сколько готовых к холодам дома горожан? Все это обсуждали на заседании в администрации Ставрополя. В Ленинском районе работы подготовки к зиме немало. Ремонт кровли, вентиляционных каналов, проверка внутренних электрических сетей, утепление лестничных клеток, а также подвалов и чердаков. В некоторых домах все виды работы уже успешно сделаны. Герметизация швов стеновых панелей. 21 дом, выполнено в 21 доме, составляет 100%. Подготовка системы центрального отопления также очень важна. Работа в этом направлении ведется активно. Ремонт тепловых узлов, тщательная промывка системы отопления в целом. Кроме того, для уборки тротуаров и перекрестков будут задействованы десятки единиц снегоуборочной техники. Рабочие готовы трудиться круглосуточно в несколько смен. Андрей Джадоев, в свою очередь, отметил, в обязательном порядке нужно подготовить достаточное количество средств на случай обильных снегопадов. Поэтому все это надо закладывать в муниципальный заказ. Уважаемые главы, вы должны понимать, откуда вы будете на случай массового падения снега брать самосуальную технику и подручки для того, чтобы оперативно реагировать на проявление неподручной. Транспорт в холода также будет ходить по расписанию. На заседании прозвучала радостная новость о том, что с 1 сентября четыре троллейбусных маршрута продлят свою работу до 22 часов.